Ребята, доллар очень хорошо смотрится, ну, прям капец, его просто, ну, нескрываемо тянут вверх, даже тут, я не знаю, ленивый не заметит. Подходим к уровню 78, следующий уровень у нас будет 80, и вот после 80 уже, ребят, ну, извините, здесь, я не знаю, тут уже нету особых сопротивлений. Да, есть 86, но это такое, знаете, здесь маленькая проторговка. Здесь маленькая проторговка, здесь, ну, такого сопротивления большого не должно быть. Да, здесь есть засаженные, лонгисты и так далее, но, да нет, их всех вытрясли, на самом деле, вот здесь еще по 50. Ну, прикиньте, какой здесь, да, здесь почти вторые плечи вынесли. Не-не, ребят, тем более на Форексе, Форекс уже давно все вынесли вперед ногами. Потом, да, сопротивление действительно будет вот здесь, это у нас 95 уровень, то есть, ну, будем спотыкаться, но я не вижу таких причин, чтобы это делать долго. То есть, мы ударились, здесь будем, там, болтаться долгое время. Нет, я думаю, в течение, там, недели, пару недель мы это пробьем, прошьем вниз, здесь потомчимся недельку, и опять, ну, тут уже, как бы, извините, вот. Ну, опять же, чтобы это произошло, нужен позитивчик вот доллара, у них, там, голова мойка же, да, как спасать свой доллар. Ну, сейчас же переходит на CBDC весь мир. Смотрите, в 1907 году была похожая ситуация. Кто знает эту информацию, не дайте мне соврать, это самое, в 1907 году в Штатах, в Америке имеется в виду, ну, США было, состоит из Штатов, да, то есть, это, по сути, колонии разрозненные, и их объединялась страна. За счет чего объединялась страна? За счет того, что каждый штат имитировал в своем банке, отдельном банке, доллар США, и в итоге у них была общепринята единая валюта, доллар США, и неважно, где напечатан, в каком штате этот доллар, он был, принимался везде, в любом штате. Но банки были разрознены, и в 1907 году как раз-таки искусственно устроили коллапс банков, то есть лопались банки, вкладчики теряли деньги, то, что сейчас происходит как раз-таки. Но это было все под предлогом, чтобы сделать ФРС, создать ФРС. По сути, ФРС создали после вот этого 1907 года, когда лопались банки. Думаете, это случайно? Нет, конечно. То есть по страхам происходит некое событие, под которое людей загоняют, чтобы люди умоляли, просили, да-да-да, мы хотим это, дайте нам, пожалуйста, ФРС, чтобы центральный орган регулировал наши деньги и так далее и тому подобное. А вот, собственно, и сейчас происходит та же картина. Вот, вопрос, к чему они подгоняют. Здесь можно немножко профантазировать. Крах банков и так далее, он не случайный. Поднятие ставок, это все, оно, скорее всего, не случайно. Все прекрасно Америка понимала. И инфляция, и смягчение, все это. Короче, уже год поднимают ставку. То есть за год при помощи количественного ужесточения, то есть изъятие денег из оборота, то есть ФРС с поднятием ставок извлекало излишние деньги из оборота, то есть уничтожало деньги, которые раньше имитировало. То есть триллионы долларов, которые они выпустили, они потихоньку начали обратно изымать, да, то есть уменьшать количество этих денег. Так вот, за год они изъяли где-то порядка полумиллиарда долларов и всего за один день, за неделю напечатали сейчас вот при этих событиях полумиллиарда. Но вопрос, зачем банки кошмарят, да? Банки кошмарят для того, чтобы людей обнулить. То, что в 1907 году это происходило. Да и, в принципе, в России тоже в советское время и в постсоветское время постоянно обнуляли. Наши родители это застали более ярко, что ли, более наглядно. Но молодое поколение не любит это делать, поэтому, конечно, в этом плане очень сильно подвержено вот этим нежданчикам. Так вот, обнулить население зачем? Вот как раз-таки изъять деньги из оборота посредством обнуления вкладчиков и людей, опять же, резко они все банки не могут обанкротить. Это бред. Тогда будет просто великая депрессия и забастовки, восстания. Это тоже невыгодно правительству, потому что им надо изымать налоги. Тут как бы нужна грань некая. Могут подогнать CBDC под эту дудку, что, ребят, смотрите, банки мы косячили, они грудненькие, полные. Из-за них происходит кризис, а мы ФРС хорошие, давайте будем CBDC использовать. А CBDC имитируем только мы ФРС, мы единственные держатели этого CBDC, мы можем вам его раздавать. Держать деньги в банке плохо. В наличку, конечно, прикольно, но в наличке в рубле держать – это тоже такая себе история, на самом деле. Мы знаем историю рубля, он постоянно обесценивается. И тем более сейчас, кстати, в России пятитысячные-тысячные купюры будут обменять, обменивать. Но там, правда, под предлогом, что старые будут действовать, все нормально, все хорошо. Но мне кажется, опять же, это делается для того, чтобы изъять из населения деньги. Ну, то есть, обнулитель некоторых людей. Это, скорее всего, касается, знаете кого? Богатых людей, миллионеров, миллиардеров, те, кто копят деньги в наличке. Там же они копят в чем? В пятитысячных купюрах. И если это будут старые образцы, и люди пойдут обменивать старые на новые в банке, в банке их скажут «стоп», а там принесут, допустим, ну, миллионы, миллиарды, то есть большие деньги принесут. Им скажут «стоп», докажи свое происхождение этих денег. То есть это уже происходит, то есть уже банки стопорят даже миллионы рублей, если ты захочешь там вытащить там или еще что-то сделать, они могут тебя легко застопорить и спросить «а откуда?», «а что?». Так вот, если наличку люди принесут, они… их застопорят, откуда происхождение. Человек вряд ли сможет доказать, откуда у него миллиарды, особенно если их действительно не доказать. Поэтому, да, будут отмывать деньги, отмывать, знаете, как, скорее всего, размывать по крипте. Поэтому крипта имеет смысл для роста, имеет смысл для роста и для хождения. Может быть, в тезер размоется эта сумма. То есть люди будут отмывать эти деньги частями, продавать по небольшим суммам те, которые… То есть обычным людям, может быть, средним людям, кто, ну, не миллиарды в банке несет, а для кого 5 тысяч рублей, там, одну, две, там, десять купюр, не проблема поменять. И вот это будет, скорее всего, происходить. Но в любом случае большинство людей потеряют. Те, кто берег в кэше, кэше – это сила, бла-бла, хрень полная. Надо в твердых активах, а не в бумажках хранить. И будут убегать куда? В золото. Это твердый актив. В недвижку она будет расти. Крипта. Ну, там машина, может, какие-то еще что-то. Вот такие вот активы различные. То есть вертолет и яхту уже купить будут проблемы на рубли. Я к чему говорю, то, что доллар все равно будет укрепляться. Все события, которые происходят, они к укреплению доллара ведут. Изымание денег, там, туда-сюда. Проблемы – это все у нас фарс. Это все, видите, повторяется сценарий. Поэтому все равно я жду рост. Перегнать часть в золото. Можно, в принципе, взять вот на текущих отметках. Давайте недельный график откроем. А нет, смотрите, юформация, ребят. Чашка с ручкой. Смотрите, здесь откат даже меньше, чем 30%. Хикарное накопление. Это недельный график. Давайте посмотрим. Это было у нас с августа 2011 года. У нас золото копило уже 12 лет, да, получается? Почти что. Почти 12 лет у нас идет накопление. Это все энергия, ребят. Это энергия. С фига ли мы должны уйти вниз? С какого фига, с 12-летним копием, мы пойдем вниз при такой заднице в мире? Ни хрена подобного. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот у нас юформация с ближним ретестом. Давайте повторим эту картинку. Мы же не зря технический анализ учим. Классный, я прямую линию нарисовал, ребят. Просто атас. Вот у нас хай. Вот у нас юформация, накопление, ближний ретест. Пробили, закрепились и пошли куда подальше, скажем так. Давайте посмотрим движение. Сколько у нас копилось? Давайте посмотрим. С 96-го года по 4-й год. 8 лет. Сейчас 12 лет. Прикиньте, 8 лет копилось, чтобы получить движение 300% по золоту. Понимаете? Сейчас увидеть 300% по золоту я вообще не вижу проблем. Я поэтому сейчас думаю, из налички я наполовину переведу в золото. Ну, в инвестиционные монеты, ребят, рекомендую именно физическое золото. Никакого не бумажного. Забудьте про бумагу. Вот. И половину все-таки в крипту. Ну, потом куда? В тезеры? Ну, в тезеры стрёмно тоже, потому что, блин, в стейблкоин вообще стрёмно, если честно. Поэтому я сейчас тоже думаю, куда переложиться. Надо пересидеть. В доллары наличку, я думаю. В доллары наличка. Вряд ли она куда-то уйдёт, эта наличка. И он тем более вырастет к рублю. Я хотя бы в долларе пересижу, чем в рублях. Ну, это моя стратегия, я никого не принуждаю. Давайте посмотрим ещё на историю, как это происходит. Вот ещё, пожалуйста, U-формация. Тут даже V-формация у нас. Ребят, мы что, зря проходили наше занятие? V-формация с ближним ретестом. Пробили, закрепили, сделали ретест и ушли нахрен. На сколько процентов? Опять же, 300%. Давайте, сколько мы здесь копили в боковике? 74-й, 78-й. 4 года. Смотрите, здесь 4 года, здесь 8 лет, а здесь 12 лет. Ну, ладно, я согласен. Здесь у нас более длинное накопление. Здесь у нас было с 82-го года по 2005-й. Ну, и ситуация была другая. 23 года, да, получается. Здесь ситуация другая. В 80-е годы, а доллар был сильный. Как никогда. А сейчас он слабый, капец. Поэтому, ну, сфигали, золото должно ещё копить. Нет, оно будет стрелять. Поэтому все страны сейчас накапливают золото. Индия, особенно, кстати, да. Они всегда любили золото. Молодцы, ценили. Золото никуда не денется. Золото только у себя, ребята, храните. Опять же, моё наставничество, оно не только про трейдинг. Вы же это знаете прекрасно. У меня просто видение больше макроэкономическое о том, как сохранить свои деньги и направить туда, куда идут умные деньги. То есть ежемесячный доход стрейдинга, а остальное – это уже, ну, основной капитал надо как-то двигать нельзя. Иначе он сгорит нафиг. У меня же был курс по инвестициями. Я уже вам рассказывал. Я его создавал. Но потом я его в консервацию убрал, удалил. Потому что я понял, что это чистый инфобизнес. Те, кто занимается курсами по инвестициями, это чистый инфобизнес. Я не хочу заниматься инфобизнесом, ребят. Это не моё. Я понял, что, ну, это, блин, это бред. Надо просто каждую неделю, каждый месяц переписывать курс заново. У меня нет столько времени, ресурсов и желания каждую месяц переписывать заново. Потому что каждую неделю меняются события в мире. Тут надо реагировать быстро. Поэтому я создал Куб 2000 для того, чтобы держать в курсе событий. То, что я сейчас делаю, то, что я вам сейчас рассказываю, это вот я вам рассказываю. Инвестиционные монеты. Очень большой спорит, ребят. Они, ну, как бы, ну, зато это более надёжный способ хранения, чем в банке, либо ещё где-то. Тем более золотые слитки, которые ещё облагаются налогом 20%. Купить можно сейчас за 43 600 рублей четверть унцы. Это 7,78 грамм четверть унцы. То есть спред 16%. То есть они берут 16% сверху себе за спред. За счёт того, что, ну, этот золото волатильное, и они, как бы, себя перестраховывают, подстраховывают, плюс зарабатывают, как бы, ну, всё вместе. У серебра вообще они берут 72% сверху, понимаете? Они в два раза больше берут, чем стоит золото. Поэтому, ну, ой, да, то есть золото выгоднее брать, чем у серебра. Давайте я покажу, как это считается, ребят, чтобы вы понимали. Стоит сейчас 1941 доллар. Одна унция. Одна унция. Это значит, 1941 доллар умножить на 77 рублей. То есть одна унция стоит 149 тысяч рублей. Это 31 грамм. То есть 1,1 грамм. Делим на 4, потому что мы четверть унции смотрим. То есть золото реально сейчас стоит 37 300 рублей. Это вот прям рыночная стоимость. Вот сейчас 37 300. А они продают за 43. Поэтому, кстати, вот эту вот выгоднее купить. А вот серебро они оборзели совсем. 72% на оценка. Офигели, что ли, совсем. Давайте к САГО. На серебро переходим. 22 доллара стоит одна унция. 22,4. Умножить на 77. Это стоит одна унция. 1724 рубля стоит. 1724 серебро стоит. Они продают за 3000. Мать его. Конечно, нет смысла в серебро. Надо золото. Здесь, знаете, как с трейдингом. Надо искать точку входа. Поэтому, ребят, я сейчас жду позитивчик. Рисковые активы должны вырасти. Биток и рынок акций. Серебро должно скорректироваться. И когда серебро скорректировается... Ой, серебро. Золотое серебро скорректируется. Когда это скорректируется, я докуплю себе золото, серебро, физическое. Это я имею в виду на тот период, когда все это начнет крякаться и падать. А начнет крякаться и падать во второй половине этого года, скорее всего. Вот. Это было бы логично. Наташа, это из четвертого потока у нас, девочка, в позиции. Это вот то, что я в сторисе выкладывал информацию, это вот как раз она зашла тоже в беточек. Там подзаработала. Вот. Я все ее умоляю, чтобы она стопы двигала. Ну, вроде нормально все, она двигает. Казалось, что уже научилась хотя бы видеть стопы, уровни, точку входа. У нее осознанный трейдинг. До этого была беспорядочная связь, скажем так. Сейчас уже осознанная. Она, конечно, говорит, что кайфует. То есть, вот объемы у нас раз и рост два. Это очень сильная дивергенция. Очень сильная дивергенция. То есть, растем без объемов. Если растем без объемов, значит, это фейковый рост. Значит, искусственный тянут вверх. Давайте RSI посмотрим. Вы опытные. Вам уже можно потихонечку подключать дополнительные инструменты. Вот отсюда, если брать. Видите, здесь идет вверх, а там чуть-чуть вниз. Тоже дивергенция. Сейчас расти вообще как бы тяжело будет очень. То есть, раз банки, там все СМИ пообещали всем, что будет ту-замон по биткою, значит, надо показать какой-то рост. Вот они должны что-то показать. И потом быстро опрокинуть всех.